Афонтовый вечер Социальный ролик, который вышел Ну, скажем так И создан был вами Собственно говоря, мы О чем сейчас пойдет речь, мы сейчас его посмотрим И начнем обсуждение И вообще поднимем эту серьезную тему Прямо вот в прямом эфире Я сейчас попрошу показать нам этот социальный ролик И продолжим беседу Прямо вот в прямом эфире Ну вот последняя фраза, которая стала решающей Завершающей в ролике Не все монстры носят костюмы И давайте поговорим Идея Возникновения вот этого социального ролика Чья, кто это придумал И вообще кто Кто занимается у вас вот такими идеями Ну у нас в принципе коллектив Весь вовлечен Вот в эту работу творческую Мы как начали делать Свои ролики летом у нас Стартовал первый Про который тоже мы в этой студии рассказывали И уже выпустили целый цикл роликов В том числе среди них Очень много были посвящены Проблемам безопасности Именно детей А этот ролик Ну как бы идея родилась В обсуждении Конкретно сценарный план Здесь накидал я И потом уже какие-то детали Это все реализовалось Совместными усилиями Что мы вкладывали Но здесь как бы Скорее мы ориентируемся И на оперативную сводку На то, что Какие преступления появляются И на какой-то запрос Именно по фактам происходящим Слушайте, я знаю, что коллега ваш Евгений, он прям снялся же в этом ролике Не только он Я тоже там есть Да? Не узнать Ну то есть В вашем Случае Можно это делать Да? Это как бы Ну мы Не оперативные сотрудники Мы сотрудники Пресс-службы В меру своих Творческих способностей Мы Можем вполне Повыть Пусть Евгений Скажет ощущение Как почувствовать себя Неким актером И Показать себя Как раз С обратной стороны Мне довелось сыграть Последнего монстра Если можно так сказать Какие мои ощущения? Ну я постарался Максимально Для себя Дистанцироваться От этого персонажа Потому что Ну в жизни Это Очень Невозможно Себя Как-то Проассоциировать С подобными Проявлениями Людьми Вот Такой опыт Интересный В вашем случае Да Опыт интересный Тут можно сказать Что Тут у нас Семейный подряд Потому что До этого Мы снимали Ролик Замечательный Про оконную ведьму И там Приняла участие Моя маленькая Трехлетняя дочь Рассказала Детишкам О том Что Нельзя Лазить по окнам На подоконниках Без взрослых И мне Как родителю Приятно Что Ролик Действенный Он работает Он работает Она до сих пор Не лазит на окно Не залезает Говорит Папа Так там же живет Оконная ведьма Ну то есть Вот этот Момент Про филактики Мне нравится Слушайте Очень интересно А где То есть Аудитория Понятно Что вы На маленьких Детишек Да Там Ну вообще На детей Рассчитаны Нет Аудитория Совершенно Не детская Мы рассчитываем Именно Ну я думаю Что Евгений Последний Вот этот ролик Не показывал Своей дочери Это все таки Ориентировано На родителей Чтобы Понимали Дать им Пищу для Размышлений И привести Каким-то выводам Потому что Конкретно Если брать Вот этот ролик Последний Наш Здесь Иногда Взрослые Не проговаривают С детьми О том Что очень важно Рассказывать О каких-то Непонятных ситуациях Взаимодействиях С другими Взрослыми Посторонними Важно Не разговаривать Грубо говоря С незнакомцами На улице И не доверять Вот слепо Вы сейчас Очень важный Важный момент Указали То что Родители Не всегда То есть Понятно Что дети Себя могут вести Непосредственно Да поскольку Они дети А родители Не до конца Понимают Всю Вот эту Проблематику Может подытожить Самая главная Наша задача Не напугать детей А напугать Именно родителей Чтобы родители Уже Были достаточно Бдительными Были бдительными Проводили работу С детьми Потому что Дети Всему учатся у нас Мы прервемся Буквально на минутку Уйдем на рекламу После вернемся И продолжим Нашу беседу Мы продолжаем Нашу беседу Представитель Пресс-службы Главного управления МВД России По Красноярскому краю Евгений Долгов Артем Кишкурин Сегодня у нас В гостях Еще раз Приветствую вас И мы продолжаем Разговор Про социальные ролики Которые В вашем управлении Создаются И это уже не Первый ролик Как мы узнали То что мы увидели Сегодня в начале эфира А вообще Где эти ролики Показывают То есть это телевидение Это интернет То есть Аудитория Которая вам нужна Где она их увидит У нас есть инстаграм Он достаточно Ну конечно не мега раскрученный Но мы стараемся У нас сейчас там уже больше 13 тысяч подписчиков Постоянно очень активно Работаем с аудиторией Туда выкладываем Также выкладываем в ютуб Но вообще Как получилось Конкретно Вот с некоторыми роликами И с вот этим последним Они грубо говоря Завирусились Телеканалы подхватили Соцсети В первую очередь Телеграм-каналы Потом различные паблики В других соцсетях Наш грустный участковый Очень сильно завирусился После того Как его дали Некоторые федеральные СМИ И сейчас Даже вот после этого ролика Мы уже если честно Дали федеральному каналу интервью По поводу нашего творчества Это очень приятно Интерес проявляют Но мы конечно делаем это Не ради славы И лайков в соцсетях Все-таки ради нужного дела Ради того Чтобы как можно больше зрителей Увидели профилактическую информацию Что касается создания роликов У нас есть кадры подготовки Ну какие-то вот вещи Которые происходят Это вот как раз Ваш коллега Евгений Готовится к съемкам Это наш руководитель Я знаю, что этот ролик Снимался совместно С музыкальным театром Да, нам очень здорово помогли Команда Красноярского музыкального театра Там потрясающие просто люди работают Но они как раз Срежиссировали все Нет, режиссировали мы все сами Они нам просто Предоставили полностью Все декорации Которых мы даже не мечтали Просто мы пришли туда И то, что у них было Совпало с нашими Просто самыми смелыми фантазиями Сняли И, собственно говоря Там очень классные люди Слушайте, ну Понятно, что ролики Это вот Не один такой, скажем Важный момент Который работает на профилактику Да, вот Всевозможных преступлений Помимо этого Как ведется еще работа По предотвращению Преступления, о которых мы говорим И вообще Это что? Сейчас учебный год начался Проходят какие-то классные часы Собрания родителей Не знаю Как происходит Еще на каком-то уровне Есть такие вот Профилактика Это, безусловно Очень серьезный сегмент В принципе Работы полиции И тут Даже В паре фраз Это все не охватишь Потому что Есть подразделения Участковых и полномоченных Есть подразделения По делам несовершеннолетних Которые Непосредственно Работают с детьми И с родителями Целая структура Проговаривают многократно И на родительских собраниях На каких-то индивидуальных встречах Участковые По домовой обход Проводят граждан Там очень много Различных Пластов профилактики А вы вот Чуть ранее сказали Вы смотрите Да Появляющиеся какие-то новости То или иное преступление И потом Задумываетесь о том На какую тему Создать Вот этот самый Социальный ролик То есть Значит Если есть проблема Когда появляется Вот такой ролик Значит есть проблема Да Определенная В этом направлении Мы отреагировали На события В других регионах Если брать последние Но в принципе Мы очень много Снимаем Например О мошенничестве И это проблема Которая В принципе Уже очень долго На протяженном времени Ну они постоянно Ищут новые формы И вот Одну из последних Кстати сейчас Приходится об этом Говорить постоянно Потому что Все равно люди Иногда попадаются Даже не иногда А очень часто Мы каждый день Видим в сводках Эти случаи На самые Казалось бы Странные И прозрачные Схемы Но здесь На самом деле Люди разные Мы вот как раз Говорим о категориях Людей Самых незащищенных Это вот дети Это пожилые люди Если мы говорим О мошенничестве Скажите А как начальство Относится К тому Что в вашем коллективе Создаются подобные ролики Они кстати Утверждают Или не участвуют В процессе Руководство у нас Прогрессивное Современное И нас Как вот Мягко Но все-таки Они Последнюю точку Ставят Они В том Чтобы этот ролик Появился Скажем так Мы не точку Получаем О многоточие В виде поддержки И То есть они за Вот эти все Дерзайте дальше Творите Конечно Просто интересно Как вы приносите Руководству ролик Значит Руководители Собираю Как это происходит Руководители Собираются Смотрят Говорят Такой Не всегда Такой формат Бывает Прямо утверждение У нас Есть Небольшая Свобода Творчества И к тому же У нас Есть еще Фокус группа Такая Грубо говоря На которой Мы проверяем Да кстати Это кто Это коллеги ваши Да это даже Могут быть Друзья Близкие люди Которые Можно показать Мы где-то Своим Чуть-чуть Там Замыленным Вы уже готовый материал Отснятый Показываете Рабочие версии Показываем И они говорят Свои мнения Впечатления Мы что-то докручиваем Иногда бывают Очень дельные советы Например Там вот Добавьте здесь Какой-нибудь звуковой эффект Ну в целом Совпадают мнения Ваши желания Создать ту или иную идею Тот или иной ролик Или есть мнения Которые категорично Говорят Ну нет Ребят Не то Ну процент Непонимания На самом деле Очень маленький Мы попадаем В аудиторию Которую В аудиторию Да И все смыслы Которые мы транслируем Они достаточно понятны Даже если смотреть По комментариям В социальных сетях Кстати Что пишут? Пишут Вот Даже по ролику Который мы сейчас смотрели Мы получили очень много комментариев Обратную связь О том Что это важная тема Что сделано круто Молодцы Что поднимаете такие вопросы острые Было очень приятно На самом деле Ну и я благодарю вас К сожалению Так немного времени было Очень надеемся Что в ближайшее время Будут еще ролики Это действительно Важное и нужное дело Профилактика Преступление В виде вот таких Социальных роликов Я благодарю сегодня наших гостей Пресс-служба Главного управления МВД России По Красноярскому краю Евгений Долгов Артем Кишкурин Благодарю вас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова